Привет, мои хорошие! С вами Селена Сэй, и сегодня я хочу рассказать вам о том, как же набрать 1000 подписчиков быстро. Если вам это интересно, оставайтесь со мной. Ну, на мой взгляд, я начала заниматься каналом. Когда конкретно начала им заниматься, я считаю, что достаточно быстро набрала 1000 подписчиков. Все, конечно, относительно, но, на мой взгляд, нормально. Я расскажу, как я это сделала, без накруток, без ничего. У меня, конечно, был опыт накрутки, но он не хороший, и я вам о нем расскажу в конце. И первое, что я хотела сделать, это поблагодарить всех моих подписчиков за то, что вы со мной, за то, что лайкаете мои видео, за то, что комментируете и общаетесь со мной, за то, что делаете мне какие-то запросы. Я очень люблю снимать для вас видео специально по запросу, мне это очень нравится. И я надеюсь, мы будем продолжать быть вместе, нас будет все больше и больше, и впереди нас ждет только светлое будущее. Спасибо, что вы со мной, я вас очень всех люблю и ценю каждого из вас. Итак, для того, чтобы ваш канал был успешным, первое, что я выделила, это вам нужна идея вашего канала. То есть вам нужно, чтобы было вам что сказать. Если вам есть что сказать и есть чем поделиться, то первый пункт вы прошли удачно. Второй момент, ваш канал, ваше оформление канала. То есть, чтобы набрать тысячу подписчиков быстро, у вас должно быть хорошее оформление канала, для того, чтобы каждый человек, который зашел к вам на канал, захотел там остаться. У него должно быть все понятно и ясно. То есть вам можно разделить ваш канал на несколько тем, которые вы будете вести, например, там влоги или еще что-то. Вот у меня, например, там я пою, влог, стервология и бьюти-влог. Я все это разделила, все сортировала. То есть всем очень удобно. То есть если человек интересен, что я пою, он зайдет конкретно туда, куда ему нужно. То есть это очень важно для того, чтобы привлечь как можно больше людей к вашему каналу. Это ясность и понятность вашего канала и интересное оформление. Третий момент, на что я опиралась для того, чтобы у меня было как можно больше подписчиков, чтобы они оставались у меня, это качество видео и качество звука. Прежде чем снимать видео, единственное, что первое мое видео о стервологии, хочу быть стервой курсом, состоящее из пяти видео, я снимала при дневном свете. Просто вот падал вот так свет на меня с окна, да, и я снимала на свой фотоаппарат цифровой. В принципе, получалось неплохо, но там звук был какой-то непонятный и свет, в принципе, там перемигивал, когда я его старалась делать поярче. То есть все это отошло у меня на второй план. И когда, то есть у меня была возможность, я сразу купила себе профессиональный свет, софтбокс. Я купила себе микрофон, естественно, да, и качество моих видео повысились. То есть естественно, естественно, людям нравится хорошее, качественное видео. И если им нравится то, о чем я говорю, качественное видео и звук, они обязательно подпишутся. Четвертый пункт для привлечения подписчиков, я отметила, это монтаж. То есть обязательно нужно вырезать все ляпы, лишние какие-то вещи. Может быть наложить музыку, чтобы не было тихо, да. И, может быть, какие-то вставочки, аннотации, потому что аннотации привлекают, да, подсказочки. В общем, все эти моменты нужно учесть при монтаже и при, когда вы выкладываете видео уже для вашего зрителя. То есть все должно быть чистенько, потому что Э, Б, М, вот эти моменты, конечно, никому не нравятся. И видео нужно, чтобы вы все время говорили, и паузы все эти тоже можно повырезать. Чтобы человек, как только включил ваше видео, чтобы там на второй минуте он не заснул уже, да, а чтобы ему было интересно, 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 тут раз подсказочка какая-то выскочила, то есть, и он заинтересован в вашем видео уже, да, и он, может быть, как раз дойдет до того момента, самого его интересного, после которого он подпишется на вас. Пятый момент, на который я обратила внимание, и я считаю, что это привлекает людей, потому что меня это привлекает, это внешний вид блогера, внешний вид человека, который дает вам, то есть обязательно нужно стараться выглядеть как-то хорошо, чтобы у вас не была грязная голова, чтобы на вас было приятно смотреть. Вот, это тоже привлекает дополнительных людей, то есть те люди, которые могли бы уйти, они останутся, потому что вы приятная внешность. Шестой момент, с которого я нашла после всех этих пунктов, которые я сказала выше, с первыми, с кем вы можете поделиться своим видео, это со своими друзьями. Я делала репосты, я делилась в Одноклассниках на Фейсбуке и Вконтакте, и первыми, кто смотрел мои видео, это мои друзья, в социальных сетях они комментировали, и потом потихонечку переходили на YouTube, и, соответственно, потом все больше и больше росло число подписчиков. Далее уже можно тогда, восьмой пункт, дальше, можно уже, конечно, обратиться к более успешным блогерам, для того, чтобы они о вас рассказали. Если у вас то, что я рассказала выше, не так, то есть у вас, может быть, неприятные во внешности какой-то, если у вас качество звука, видео плохое, если у вас непонятно, о чем вы рассказываете, то есть полный бардак на вашем канале, то, скорее всего, более успешные блогеры просто не возьмутся вас даже пиарить, или будут брать очень большие деньги, хотя смысла этому нет, потому что даже если они о вас расскажут, тот зритель, который уже подписан на успешного канала, он, придя на ваш канал, он просто даже не подпишется, потому что у вас отсутствуют все эти пункты выше, это очень важно, очень важно, пока нет подписчиков, чтобы все это было чистенько и ровненько у вас. И тогда, когда вы начнете привлекать извне уже, у вас начнут советовать и рекомендовать, у вас должно быть за что к вам подписаться, понимаете, вы должны быть интересными, поэтому все, что выше, нужно обязательно соблюдать. И восьмой пункт, это попросить какого-то более успешного блогера о вас рассказать, может быть, заплачить ему денежку, да, от этого, ну, как бы, сколько у него подписчиков зависит, это очень действенно для того, чтобы привлечь к себе людей на канал. Я пользовалась этим один раз, то есть я просила одного блогера, и у меня за очень короткое время сразу там вот подписчики, мне кажется, они до сих пор подписываются, потому что видео у нее есть это на канале, и, естественно, его смотрят, соответственно, так или иначе, все время проходят по ссылочке, где она обо мне рассказала. Пятым пунктом я решила отметить, что я не советую делать, так как я сама этого не делаю, это, знаете, рекомендуют втучаться, грубо говоря, к другим блогерам, комментировать их видео и говорить, подпишись на мой канал, взаимные лайки, я тоже блогер там и так далее, то есть я считаю, что это некое попрошайничество такое, я этим никогда не занималась, и, честно говоря, мне не нравится, когда стучат ко мне на канал, и даже если оставляют какой-то комментарий, а потом пишут, и зайди на мой канал обязательно, и вечно напоминают о себе, мне, если честно, это неприятно, я считаю это лицемерием, я понимаю, что человек не просто зашел на мой канал, чтобы посмотреть что-то, и оценить, да, и поговорить со мной, а он зашел с целью для того, чтобы сказать лишний раз, приди ко мне, то есть для меня это некое унижение этих людей, как бы я, честно говоря, их игнорирую, поэтому я рекомендую держать ваш канал в таком неком статусе каком-то таком, да, самоуважение. Десятый момент, я не рекомендую заниматься накрутками канала, раскручиванием канала и накручивать подписчиков, расскажу свой коротенький опыт об этом, то есть я ничего об этом не знала, но знаю, что есть накручивание, когда накручивать, допустим, каким-то таким хорошим способом, да, то есть какие-то другие люди стучатся там к другим, как-то рассказывают о вас там по своим каким-то сетям, ну, то есть есть такой благородный способ, да, раскрутки, а есть именно накручивание какими-то программами там и так далее, да, то есть что очень опасно, что вас могут заблокировать. Я мне предложил, мой знакомый, накрутить мне подписчиков на YouTube, когда у меня было там 100 подписчиков, наверное, где-то. Я каналом этим не занималась особо, там выкладывала раз в неделю что-то, не помню, что-то там спело, что-то там это, ну, то есть без оформления, без ничего у меня было. И я говорю, ну, давай попробуем, то есть мне стало просто интересно, там он деньги брал небольшие, за каждые 100 подписчиков, думаю, ой, как можно быстро, скоро разбогатеть. И я ему сказала, что мне главное не накручивать, да, мне главное, чтобы это вот благородная была раскрутка такая, такая правильная, чтобы меня не заблокировали, чтобы было все как делали, ну, официально. И он сказал, да, да, там все нормально, то есть люди сами будут подписываться, и все хорошо. Через какое-то время, да, пошли подписчики, то есть он что-то делал там в какой-то программе, программа, которая рассылала какие-то там кому-то ссылки, и кто-то подписывался. И, в общем, через какое-то время, да, накатывали там подписчики, вот он говорит, завтра 100 подпишется, там, послезавтра 100 подпишется. подписывались, но буквально через день, через два они же отписывались все. То есть, и вот как-то так вот три раза он сделал эту манипуляцию, мы вот так посмотрели в течение недели. Вроде у меня накрутилось где-то 200 человек помимо, да, то есть было 100, еще 200, стало где-то 300. Вот. И тогда я начала заниматься уже каналом вплотную. Говорю ему, ну все, не надо этим заниматься, то есть дальше я сама, как бы. Мне, потому что стало принципиально интересно, чтобы я их сама набирала, и чтобы я могла потом сказать, что я их не накручивала и так далее. И с чем я столкнулась? С очень обидным. Мое сердце просто разрывалось, когда я вижу, что подписчики идут, даже когда они по два, по три человека идут, но я знаю, что это реальные подписчики мои пришли. И потом из-за этой программы в течение месяца или полутора они отписывают. То есть приходят три, отписываются пятьдесят. То есть у меня такое ощущение, что у меня канал еще раньше другим был занят, да, то есть они могли отписываться, да, там человек шестьдесят было, которые подписывались на Пинакл Студия. Они могли отписываться, но у меня отписалось, мне кажется, еще больше, чем было накручено. Поэтому стала какая-то такая билиберда, то есть раньше я могла отслеживать, что два человека пришли, три человека пришли, знаете, вот какой-то там десять приходит, два отписываются. Это такая статистика, там, ну, например, есть, да, я примерно говорю. Но у меня полный кавердак был. У меня три подписались, пятьдесят отписались, короче, у меня в итоге стало меньше, чем было. Я, короче, не знаю, за голову хватаюсь, я понимаю, что я ему звоню, говорю, там ничего не происходит с этой программой, ты ничего не делаешь? Что такое? Нет, я давно уже ничего не делаю. И я поняла, что что-то у меня испортилось на канале, что-то сбилось с этими всеми вещами, да. И он говорит, что эти ссылки потом через какое-то время уходят, и все. В общем, полтора месяца где-то я восстанавливала канал, чтобы он опять пришел на какой-то такой момент, чтобы я понимала, от чего приходят ко мне люди, от чего они уходят, и что вообще происходит на канале. В итоге у меня стало все еще меньше, чем было, и потом я, грубо говоря, начала все заново. Именно по вот этим вот пунктам, которым я вам сейчас и рассказываю. Поэтому я не рекомендую вам именно для контроля своего канала, чтобы не было всяких эксцессов там. Я не рекомендую вам вообще заниматься раскрутками. Одиннадцатый момент, который очень действенный, это конкурсы. Конкурсы очень действенные, потому что если вы делаете конкурсы и просите делать репост вашего видео, соответственно, друзья, которые сделали репост вашего видео, их друзья тоже их видят, им тоже становится интересно, они приходят, проходят, смотрят, подписываются. И эти конкурсы очень действенны для привлечения внимания, потому что все любят конкурсы, все любят подарочки. Я их особенно люблю дарить, поэтому я конкурсы люблю. И еще очень хороший способ, это совместные видео с блогерами. Но когда я делала совместные видео с блогерами, с которыми у меня одинаковое количество подписчиков, честно говоря, я не заметила особенного прироста. Может быть, потому что я делала, когда у меня было 800 видов подписчиков, 700 подписчиков вот и я не заметила особого прибавления то есть как было так и стало но когда я сделала совместное видео с лизой ли им у неё канал мы делали наша коллекция теней у нее было около 5000 подписчиков а у меня 900 где-то подписчиков вот с ней когда мы сделали совместное видео я конечно заметила прирост у меня там даже в средний сразу прирост был плюсом подписчики пришли вот такой способ тоже очень действенный и так вот я рассказала вам все несколько пунктов один десяток пунктов как привлечь быстро тысячу подписчиков то есть этими всеми вещами пользовалась я то что я не рекомендую делать я тоже вам сказала если вы начинающий блоге то я желаю вам удачи это вообще очень интересно и очень круто делайте качественный контент делаете интересные полезные видео процветайте и пусть процветает ваш канал а я надеюсь что мы видео было вам полезным интересным ставьте лайк если так и было подписывайтесь на мой канал впереди много интересного я расскажу еще о том сколько вырабатывать блогеры когда у него тысячи подписчиков и так далее в общем оставайтесь со мной с вами была селена своей пока пока